На западе продавцов учат улыбаться, а у нас нет. И правильно делают. Потому что на лице нашего человека натянутая улыбка выглядит как злобный оскал. Эта история произошла в юго-западной части Могилевской области. Сегодня у нашего героя она вызывает разве что улыбку. Но тогда было не до смеха. Ольга Пискарева пыталась разобраться, можно ли бороться с профессиональным хамством. При слове «Бобруйск» собрание болезненно застонало. Все соглашались ехать в Бобруйск хоть сейчас. Бобруйск считался прекрасным высококультурным местом. За сие упоминания в произведении Ильфа и Петрова «Золотой теленок» к бобруйчане в 2012 году поставили сыну лейтенанта Шмидта памятник. Озвученная статуя у гостей города оставляет неизгладимое впечатление. Неделю назад свою порцию впечатлений и гостеприимства получил и Артем Исаченко. Молодой человек зашел в местный магазин за минералкой, а отхватил просроченного хлеба и странных зрелищ. 21 марта я приехал в гости к другу в Бобруйск. По дороге зашли купить в магазин воды, буквально в ближайший магазин, который к нам был. Оказался магазин «Дисконт». Вбирая воду, я заметил, что в одном из морозильников почему-то лежат тортики, которые, по сути, должны стоять в холодильнике. Посмотрел на эти тортики, оказалось, что они уже просрочены как на пять дней. Молодой человек, пораженный столь странной дислокацией кондитерских изделий, потребовал убрать тортики. Работница прилавка, скорее всего, «Золотого теленка» не читала, поэтому не знала, что живет в высококультурном городе. Реакция женщины была по-советски классической. Артем, несколько обескураженный, попросил книгу замечаний и предложений. И снова абсолютное игнорирование. И тогда он достал смартфон и стал снимать происходящее. Срок годности пять суток от 12-го числа. И как-то у вас так сделали 12-го, упаковали 8-го. Молодой человек, что вы хотите? Мы берем сейчас торт, но... С 17-го числа, сегодня какой, 20-21-е. Ну, пять дней уже стоит. Но с 17-го надо было убрать. Далее к таким нарушениям, как реализация товара с истекшим сроком годности, нарушения правил хранения, отказ в предоставлении книги замечаний и предложений, добавилось и оскорбление в общественном месте. Слушай, выключи камеру. Не понял ли, что? Какой ***? Совсем? Че ты с собой перес? Артем пришел бы в шок, если бы не маленькое оно. Так сложилась его карьера, что он не только активный гражданин, но и видеооператор программы «Добро пожаловаться». Повидал он в своем рабочем веку немало и всякого. Иммунитет против хамства у Артема выработался давно. Книгу замечаний и предложений мне так и не предоставили. То есть как-то виливали от ответа. И, если честно, не совсем понимаю, почему, если есть нарушения, почему нельзя спокойно извиниться, убрать эти тортики и такого больше не допускать. Последние несколько лет в стране действует неприятная для продавцов, но полезная для потребителей практика. С подачи контролирующих органов публикуются списки объектов торговли, которые ставят антирекорды в реализации испорченной продукции. Кстати, и данный магазин неоднократно становился антилидером по количеству нарушений. Не найдя своевременного отклика у продавца магазина, сегодня Артем Исаченко составил обращение в управление торговли и услуг Бобруйского горсполкома. И сообщил о многочисленных нарушениях работников магазина «Дисконт» по адресу Ульяновская, 21. За реализацию просроченных тортиков магазину придется не сладко. В случае, если вам отказали в предоставлении книги замечаний и предложений, вызывайте сотрудников милиции. За такое грубейшее нарушение в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях предусмотрен штраф в размере 10 базовых величин. В данном случае можно говорить о такой форме оскорбления, как неприличное высказывание. В таком случае также предусмотрена административная ответственность от 4 до 20 базовых величин. Кстати, в конфликтных ситуациях юристы рекомендуют потребителям фиксировать происходящее на камеру, что зачастую вызывает негодование у работников торговли. А вот здесь продавец заблуждается. Никаких нарушений. Все по закону. Фото-видеосъемку можно вести в магазинах, на рынках, в салонах красоты. Это не нарушает закон. Фото-видеосъемку можно вести во всех местах открытого для общего посещения. Мы связались с заведующим магазина «Дисконт» и поинтересовались судьбой просроченных кондитерских изделий. Была у нас следующий день. Тортики здесь были сложены. Пакеты мы сдаем, их потом выводят. Он нам предоставил видеозапись, где не совсем корректно разговаривала продавец. Ну, конечно, нарушение не имеет права. Она будет, значит, наказана. Мне писать объяснительную, почему она некорректно разговаривает с покупателями. Почему, скажите, продавец не предоставил книгу замечаний и предложений, тоже по требованию, это зафиксировано. Это ведь нарушение законодательства, 10 базовых величин. Знаете, у нас есть такое немножко правило. Если вы нашли какой-то просроченный товар, уведомите, пожалуйста, продавца. Она вас отблагодарит за это. И может даже предоставить вам такой же товар. Должна предоставить такой же товар бесплатно. Судя по всему, именно резкая реакция потребителей в ответ на некорректное отношение работников в торговле – самое эффективное лекарство от хамства. Хоть убеете, не могу ее понять отдельных наших продавцов. Они ведь по жизни прекрасные психологи. И уже с первого мгновения могут понять, что ожидать от того или иного покупателя. Субтитры подогнал «Симон»!